Калейдоскоп В этот детский калейдоскоп я подробно и долго глядел один только раз в трудный ответственный момент своей жизни, и, может быть, поэтому у меня связались с ним те общие мысли, которыми хотелось бы поделиться. Самые случайные сочетания стеклышек обнаруживают в калейдоскопе с размерностью и целесообразностью, отражаясь в зеркальной чистоте окружающих стекол. Ведь порядок — ничто иное, как симметрия. Случайность, повторенная справа и слева, сверху и снизу, становится закономерностью. Магия калейдоскопа — мгновенное упорядочивание любой прихоти, превращение ее в закон, по которому строится все это сыпучее, переливчатое мироздание. Через темную трубку, как через метафизический микроскоп, мы вглядываемся в таинственную сущность жизни и постигаем порядок в ее мерцании. Тот самый камень, который утючего в стихотворении «Проблемы» падает с горы в долину, низвергнутый то ли собственной волей, то ли незримой рукой, здесь рассыпается на множество камешков, которые своими сочетаниями дают ответ на вечный вопрос о свободе воли. Вот передо мной будущее. Я волен в нем стать тем или другим, поступить так или эдак, все зависит от свободного решения. Но как только поступок совершен, оказывается, что он и не мог быть другим, что вся цепь предыдущих поступков подводила к этому, единственному, и делала его необходимым. В миг перехода от прошлого к будущему, к точке настоящего, происходил роковой скачок, кавычки, из свободы в необходимость, кавычки, и полнейший произвол вдруг обнаруживает себя, как глубочайший промысел. Словно бы в глубине мироздания расставлены зеркала, придающие симметрию и упорядоченность любому нашему поступку, едва он совершен. По-всякому может повернуться то или иное стеклышко, но в любом повороте раскроется изумительная целостность и осмысленная завершенность всей картины мира. Прошлое и будущее — это как бы зеркальные стенки вокруг настоящего, в котором может происходить все, что угодно. Но с каждым происшествием меняется вся целостность жизни, ее пронизывает новый смысловой узор. И что бы ни происходило, она каждый миг остается целостной, как не может быть несимметричным узор в калейдоскопе. Этот закон, сохраняющийся целостности при подвижном и свободном наполнении настоящего, едва ли не основной в жизни. Человек может совершить преступление или пожертвовать собой, и точно так же в миг перестроиться в новую, строго закономерную и законченную конфигурацию вся его предыдущая и последующая жизнь. Каждый наш поступок заново кристаллизирует не только формы будущего, но и прошлого. Симметрический ряд от него выстраивается во все противоположные стороны. Правда, стенки калейдоскопа не так чисты и ярки, как срединный световой треугольник. Отражения в них тем больше замутняются и искажаются, чем ближе к выходному отверстию, и становится очевидна их иллюзорность. Но ведь и в жизни, на полном свету, в строгом очертании дневного сознания, предстает только настоящее. А чем дальше в прошлое и будущее, тем тусклее и призрачнее его симметрические отражения, тем туманнее облик времени, в последней неприглядной дали которого смотрит на эти мельтешения всевидящий глаз. Предупреждение тем, кто хотел бы заглянуть в этот калейдоскоп. Он слегка побился, побывав в руках у детей. Поэтому наружное стекло, защищающее глаз, отсутствует. Между стенок калейдоскопа блуждает голубая крошка, вывалившаяся из цветного затона. Будьте осторожны, чтобы она не попала вам в глаз. Не наклоняйте калейдоскоп слишком отвесно. Нет гарантии, что не могут просыпаться и другие стеклышки. Нет непроходимой грани между иллюзией, радующей зрение, и реальностью, способной ранить глаз.